Пожарно-прикладному спорту уже 75 лет и с каждым годом заметно динамичное развитие. Уровень подготовки спортсменов растет, о чем свидетельствуют различные международные соревнования. В прошлом году, если вы отслеживали, в Саратове проводился чемпионат мира, приехали 15 команд из различных стран. Ну и наша российская команда сборная заняла первое место. То есть у нас спорт развивается на хорошем таком профессиональном уровне. Подготовка от спортсменов требуется очень серьезная. Им приходится преодолевать полосы препятствий, штурмовать лестницы и высоты. И все это не просто спорт. Это часть работы сотрудников МЧС. Наши сотрудники, работники, они в том числе есть и добровольные пожарные, они тренируются. Это кропотливый ежедневный труд, большой по несколько часов, для того, чтобы показать такие результаты. Много соревнований, много сборов. Сам по себе спорт, он ведомственный, он красивый. Если брать элементы препятствий, которые есть, это достаточно сложные элементы в техническом плане исполнения. Но они, в общем-то, моделируют различные препятствия, которые возникают при ликвидации аварий, пожаров. И хотя на соревнованиях выступают специально подготовленные спортсмены, тренируются абсолютно все сотрудники. Здесь действительно не может быть ни сильных, ни слабых сторон. Здесь нужно быть максимально развитым всесторонним. Служу я в главном управлении ЧАС России по Рязанской области, в отделе организации пожаротушения. Занимаемся непосредственно организацией службы подготовки пожаросписательных подразделений. И данный спорт, он является неотъемлемой частью боевой подготовки. Так занимается этим каждый пожарный. Соревнования проводятся по инициативе Рязанского ГУ МЧС впервые и уже заслужили высокую оценку судей и участников. Хочется выразить слова благодарности организаторам, главному управлению МЧС по Рязанской области, за то, что они организовали эти соревнования в памяти Михаила Ивановича Шабурова. Это первое соревнование, которое они организовали. Надеемся, уверены, что в следующем году будет гораздо больше команд и позволит поднять статус до всероссийского уровня. В результате двух соревновательных дней победу одержала команда Московской области. Второе место заняли спасатели из Калужской области, а бронзу увезли владимирцы. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».